ребят всем привет наша телестройка продолжается вокруг кипит работа и сегодня я решил вам показать как делается колонна из гипсокартона колонна у нас будет не круглая из гипсокартона и сложно вообще сделать и даже не квадрат она будет прямоугольной потому что на передней части будут монтироваться несколько выключателей все будет интересно а за спиной если вы видите а я уверен видите лестница с временными ступенями которые мы тоже будем обшивать гипсокартоном с чего начинается вообще монтаж любой колонны сначала надо определить где-то колонна находится и в каких плоскостях наша колонна находится в 2 плоскостях стена на кухне и сена вон где саша у нас ковыряет электрику вот там у нас будет ниш под телевизор то есть она она находится в этой плоскости после того как мы определили плоскость надо на полу нарисовать контур самой колонны сейчас я вам покажу так ребята вот я на полу нарисовал наш контур то есть передней части как говорил будет немножко вытянутая боковые части чуть меньше есть одна проблема у нас в полы крепится нельзя потому что делали водяной теплый пол и абсолютно никто не знает где он находится поэтому сначала я по периметру сделаю брус из 50 то есть как контур нашей направляющей скреплю между собой прикреплю в колонне после чего мы на этот брус будем крепить направляющие профиль на 28 на 27 не знаю на канале уже это показывали или нет точнее я это часто снимаю как это делается но выходили ли эти выпуски с таким монтажом до этого выпуска сейчас сказать не могу потому что снимаем я думаю на полтора года вперед материал так что ну давайте посмотрим как бы я сейчас не то что его скреплю я выточни и вам покажу уже в готовом виде но думаю все будет и так абсолютно понятно и так ребят как я говорил я закрепил 50 брус чтобы он не шатался и очень важно чтобы он был утоплен чуть-чуть вовнутрь то есть со всех сторон за нашу линию периметр под направляющий почему потому что как бы всякий брус может быть кривой и мы все равно будем выставлять направляющий точно парень как я это сделаю то есть мы вырезаем пышал две направляющие с двух именно длинных сторон и крепим то есть не оставлю чтобы она по ширине стояла хорошо а теперь я прикладываю угольник от наши ответки вы сбегая направляющим надеюсь вам все это понятно стяжку на строк и цепляю с одной стороны вставляю с другой тоже можно еще парочку для надежности для середины вот направляешь у нас стоит точно по линии если она не должна выпирать по краям это ведь секрет секрет для маленькой такой компании чё он сказал и так мы поставили внизу нашу маленькую направляешь соответственно верху вертикально должна стоять вторая направляющая у нас как бы идет цельное направляющие в створе с обеими стенами поэтому как бы объясню теоретически берем переносим эту и две отметки то есть вот эту маленькую линию наверх при помощи лазерного отвеса оси построителя можно взять обычный отвес и отвесить с двух сторон точки мы это часто показывает все понятно вертикальная наверху должна стоять такая же направляющая после этого вырезаем два профиля 60 на 27 на пол сантиметра меньше чем чистый размер из направляющей направляющей причем меряем естественно то есть изнутри направляющей внутрь верхней направляющих и после того как вырезали в общем-то возвращаемся с ними и вставляем десятичные дроби высокие частоты подсмотки все эти сука цифры все это очень отравляет наше серенькое вещество так профиль я вырезал принес если при отрезании у вас есть какие-то заусенцы там обязательных подогните пассатижи вставляем это я не буду на это показывать блин но я надеюсь ребят ставить профиль все-таки сможете направляющие сами единственное как бы у нас сверху куча провозов поэтому придется может поводить можно поболтать на самом деле колонны собирать не так уж и сложно повторяющиеся действия пока просто вставляем ничего не крепим а потом я буду вам подробнее показывать как крепить с одной стороны и сразу со второй вставки eldan от полу не талоны кctors примунтано главное поддерживать одинаковые питер проверять себя постоянно делать и провели делать и проверять ли пока предварительно видите у меня на профили вошли очень спокойно я их отрезал на пол сантиметра меньше как еще раз подчеркнуть будете пытаться поймать размер размер будет цепляться от сама об самореза дюбеля и все проще короче ничего хорошего а так у нас все встало и профили естественно желательно каналов или аналог со стенка 06 миллиметра конструкция как бы такая скажем так выносная инсталляция кто-то может не задеть туда-сюда и как бы против со слишком тонкой стенки тут ни к чему согласимся теперь опять же при помощи угольника выдвигаем профиль до нашей отметочки уже боковой чтобы он не выпирал и был точно по ней и крепим саморезами спресс шагу в этом случае вообще как бы но все выносные конструкцию такие инсталляции я стараюсь крепить не на степлер все-таки она саморезы чтобы если что разобрать если что что-то подделать закрутились такой бывает сожалению очень часто саморезы более тупые чем профиль каналов увлекательная история проверили всегда в каких конструкциях все-таки себя перепроверять итак мисс мы выставили теперь нам надо выставить вверх и еще раз подчеркну что саморез при шайбы должны быть без сверла пусть они будут дешево чуть тупые но со сверлом это вообще будет жить можно воспользоваться хитрым в общем-то каким-нибудь нивелиром опять же выставить линию лазера посередине профиля и подбить весь профиль так чтобы то есть наша линия лазер проходила посередине тем самым мы сделаем вертикаль либо воспользоваться обычным пузырьковым уровнем можно магнитным можно как бы нет главное чтобы нового был нас уровень ребят ну вот вам совет от опытного отделки каким бы прибором вы не пользуетесь пузырьковым лазерным все равно после того как все это выставить до того как закрепить верхние допустим части вашего каркаса возьмите рулетку померьте расстояние внизу и вверху естественно возьмите максимально что там не брать стремян оно должно совпадать если расстояние одинаковое то смело залезайте берите монтажки то есть саморез при шайбе как мы их называем шуруповерт и прикручиваете после того как вы прикрутили с передней части ваши профили вот все переходите на заднюю часть там мы не будем пока сделать надо абсолютно так же то есть зеркально мы делаем верхнюю нижнюю направляющие вставляем также два профиля опять же после того как все закрепили проверяем рулеткой у нас должны быть одинаковые расстояние но причем не только с передней части естественно по бокам тоже расстояние должно быть одинаково иначе вы что-то сделали не так как же мы ошибали как я говорил после того как закрепили все профили пролезли прошлись по кругу вверх-вниз везде проверили я естественно это уже сделал должны быть по обеим сторонам одинаково расстояние тут вверху внизу одно расстояние которое сходится с обратной стороной а с передней части задней тоже везде должен одинако расстояние если все сходится если вы все сделали хорошо то можно начинать обшивать гипсокартон я советую все-таки начать боковых частей почему тут есть один нюанс то есть ни одного как вы видите прямом подвес у нас нет и не может быть поэтому за счет боковинки я сразу выставлю весь каркас как это сделается если смотрите наш канал я думаю знаете сначала прикладываем лист вырезаем его в размер размер ставим и прикручиваем по одной из сторон я возьму по дальней стороне чтобы вам было удобней поправили если будет немножко выпирать как коровый отряд ничего страшного всегда можно взять начинку подточить я закручу 3 самореза все закрутили что теперь делаем получается лист у нас стал примерно посередине если мы правильно сейчас закрутим вот этот вот саморезик а правильно как его закрутить взять например рулетку померить расстояние то что нам надо взяли поставили закрутили и после того как вы закрутили этот саморез проверили если расстояние не ушло в общем-то вся конструкция стала абсолютно жесткой вы это можете попробовать дома когда будете делать что-то подобное короба и вы поймете что это абсолютная правда как только вы закрепили лист на две стороны все стало очень жестким делаем так здесь делаем с другой стороны но опять же не забывай что в этом месте нам нужна обязательно перемычка между листами на любом стыке и из картона должен быть профиль вырезаем профиль 60 на 27 чтобы он спокойно вставал ставим посерединке здесь мы ни на какие уши не будем делать чтобы лишний раз не отпирал придерживаем рукой собрать стороны аккуратно на малых оборотах закручивается саморез аккуратно утоплю такое маленькое пространство достаточно будет двух саморезов об все этого достаточно то есть если лишь лист можно будет сюда вот прикрепить вот такая вот перемычка теперь ребята осталось только обшить естественно зашиваем сначала с одной стороны потом с противоположной все хорошенько точим обязательно ставим перемычка уже потом зашиваем перед сзади то есть вот так вот попарно чтобы в общем то не путаться в листах и в подрезках что еще может сказать советую все-таки ставить так чтобы горизонтальные стыки никогда не совпадали если будут потом малярной работы это скажем так опасное место где может потом пойти тречно под обои конечно по другие отделки это не так важно но я советую чтобы горизонтальные стыки у вас всему периметру не совпадали на двух сторонах все сейчас на ускорении быстренько делаем потом вернемся еще немножко по горизонтальные стыки у вас и Ребята, я перенесся немного вперед по времени, так сказать, сел на машину времени и наша колонна даже уже зашпаклевана. Для чего это сделал? Ну, чтобы немножко подогреть интерес к одному из следующих выпусков, когда мы будем показывать, как клеятся уголки и наносится по ним шпаклевка. Ну, это мы, как я уже говорил, покажем чуть позже. Ну, а на сегодня все. С вами были парни из камня. Делайте своими руками, делайте хорошо. Всем до новых встреч. Артем, можешь пока поработать молча? Ну, я снимаю, как бы, что бы галдить? Какие-то грачи, блядь. Ладно, я снимаю, пока помолчу. Еще много теорий. Давайте я, наверное, сейчас вырежу за кадром и покажу быстренько, как это делается. Александр, Александр, ничего не приготовил. И нету перемычки. Нихуя у меня... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok